Карантин, до свидания. С 11 мая ограничения в Одессе будут существенно ослаблены. Профильная городская комиссия распорядилась возобновить работу многих субъектов хозяйствования уже с понедельника. Скорее всего откроются парикмахерские салоны красоты, прачечные, химчистки, сервисы по ремонту обуви и одежды, магазины непродовольственных товаров и предприятия общепита. Правда, только в режиме работы на вынос, а также летние площадки. При этом все они должны будут соблюдать рекомендации Минздрава по количеству посетителей, расстоянию между ними, контролю температуры, наличию масок и дезинфекции. Также комиссия дала добро на открытие парков, скверов, оранжерей и музеев под открытым небом, лесопарковых и прибрежных зон и открытых спортплощадок. При этом остаются требования по масочному режиму и дезинфекции. Также начнут свою работу непродовольственные магазины, заведения общепита, парикмахерские, салоны красоты и заведения бытового обслуживания населения, которые смогут обеспечить соблюдение необходимых санитарных норм, предписанные главным санитарным врачом Украины. Транспорт в нашем городе продолжает свою работу в специальном режиме. Решение комиссии всецело поддержал мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью изданию «Страна». Нелестно отозвался о действиях центральной власти в период карантина. В частности, он считает, что в Кабмине перепутано восприятие объективной действительности, а контроль за выполнением карантинных запретов провален. Также мэр убежден, что Одесса – город со своей спецификой и недоумевает, почему в парках гулять нельзя. А по поводу запрета прогулок на пляжах, в многочисленных постановлениях и распоряжениях ничего не сказано. «Фактически, я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен», – резюмировал Геннадий Труханов. Напомню, накануне был закрыт областной штаб по противодействию распространения коронавируса. Официальная формулировка в связи с тем, что в регионе не ожидается всплеска заболеваемости. Продолжение следует...